Ну разве он чёрный? Знаешь, я не разделяю. Чёрный, белый юмор. Вот если мне смешно, значит это юмор. Значит это талантливо, значит это прикольно. Доброй ночи. На эстетском открытом телевидении новый выпуск нашего ток-шоу. Сегодня перед сном мы пообщаемся с известной певицей, которая оказалась в Тонске с концертом. У нас в телевизоре Светлана Сурганова. Светлана, вот ведь твоя песня чаще всего можно услышать на нашем радио, формат которого это рок-кирок, как известно. Ты считаешь себя рокером? Нет, не считаю. Нет, ну а какому формату скорее на себя? Причисляешь или? Меня удивляет, что наши песни мало или совсем не звучат на таких радиостанциях, как шансон, русское радио, мелодия. Вот мне кажется... Совершенно разные, позвольте. Шансон у меня с кем-то блатником, скорее всего, остынет. Да вот на самом деле вот этот стереотип очень неправильный. Шансон это же слово, которое обозначает песня, как таковая песня. Наверное, он зародился во Франции. И то, чем занимается огромное количество исполнителей у нас на эстраде, они занимаются шансоном, потому что они поют песни, они поют поэзию. Да, ну а поскольку вас так или иначе все равно чаще крутят на рок-станциях, то, может быть, вас просто причислили к таким протестникам? То, что рок обычно это музыка протеста чаще всего. Как вы думаете, почему так произошло? Меньше всего мне хотелось вообще протестовать. И я в этом смысле не боец. По поводу того, что нас крутят на нашем радио, может быть, все-таки это осталось по наследству от ночных снайперов. Я как непосредственно осколок от этого коллектива, вот меня тоже по инерции и причислили к рок-исполнителям. И наш коллектив не рок-коллектив. Мы просто поем песни. И, в общем, вот этот меня статус вполне устраивает. А вообще, кого вы считаете своими учителями в музыке, в поэзии? Ну, проще, наверное, сказать просто, кто мне нравится, близок. Поэзия. Мне очень нравится Фатерика Гарси-Лорка, Поля Люар. Конечно, Марина Ивановна Цветаева, конечно, Иосиф Александрович Бродский. Из музыки... Мне нравится инструментальная музыка, честно говоря. Я вообще люблю музыку без слов. Под ней очень удобно думать и читать. А слова не мешают. Да, именно поэтому, если говорить обо мне, я тоже, на самом деле, очень люблю инструментальную музыку. И в этой связи чаще слушаю иностранный, потому что слова там, как радио что-то мимо пролетает, а ты слушаешь музыку. Как часть инструментов, да. Вот из инструменталистов, конечно, Жан-Мишель Жар мне нравится. Кстати, его тоже, наверное, можно назвать из области черного юмора. Такой глубоко психоделичный товарищ. Мне нравится такая музыка. А в детстве, конечно, слушала оркестр Поля Мориа. Но все равно же наверняка есть такие, ну я называла их учителями, люди, которые сделали в какой-то степени тебя такую, какая ты есть. Какая есть, и пить. Ну, в том смысле, стихи, которые вы пишете, кстати, мы так не определились, на ты, на вы, поэтому сейчас я... А как тебе будет удобно? Ты хорошо, ты на перейдем на ты. Давай. В любом случае, кого ты слушала, я не знаю, как ты считаешь, что он на тебя повлиял, как на поэта, как на музыканта? Сейчас ты пишешь, но все равно же кто-то был, кто создал тебя такую, какая ты сейчас есть. Обычно я не знаю, это будет учителя в школе, или это родители. Или это уличные друзья. Вот, скорее, последние. На самом деле, если уж говорить о влиянии, то во многом, наверное, повлияли друзья, которые сами писали или музыку, или стихи, или песни. Кстати, Диана Арбенина во многом повлияла на вообще мое мироощущение, на поэзию, на манер даже писать. Я в какой-то момент стала себя ловить на мысли, что хочу я того или не хочу, где-то на подсознательном уровне, я иногда пишу в подражании ее манере. Уж настолько она завораживает. Конечно, когда был период увлечения поэзии Цветаевой, да, проскакивали ее интонации. У меня даже есть несколько песен, которые я так для себя, для друзей называю, вот, песни по следам поэзии. Да, Марина Ивановна Цветаевой. Предлагаю сделать маленький перерыв на сюжет, покажем зрительный небольшой сюжет, в котором мы расскажем о самых интересных фактах твоей биографии. Любопытно. Светлана Сурганова родилась в Петербурге с тех пор и до сего момента, считает этот город своим любимым. По знаку зодиака Светлана Скорпион день рождения отмечает 14 ноября. Но, несмотря на это, любимым временем года считает не осень, а середину весны, апрель. По образованию Светлана Сурганова педиатр, однако если до сих пор ей приходилось помогать пациентам, то только своими песнями. Слава пришла к педиции во время ее снайперского периода. Более 10 лет Светлана была скрипкой и голосом известной команды «Ночные снайперы», которую они основали вместе с подругой Дианой Арбениной. Кстати, этой группы могло и не быть, если бы в свое время Сурганова не поехала за Арбениной в Магадан и не переманила бы ее в Питер. Но, несмотря на совместно прожитые творческие годы, в декабре 2002 года группа распалась. Диана Арбенина попросила Светлану покинуть коллектив. Сурганова так и сделала, возможно, утешаясь своим девизом «Все, что нас не убьет, сделает нас сильнее». Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя, видишь? Я люблю тебя, знаешь, как тоскует мой дом. Я хочу тебя, слышишь, увидеть на крыше и успеть тебе крикнуть «Давай еще поживем!» Могла бы ты выбрать самое значимое событие в твоей жизни, которое сделало тебя сильнее? Что тебя не убило и сделало тебя сильнее? Какое-то одно такое событие. Одно? Одно. Одно прямо-то вот одно. Жоль. То, что я все-таки закончила ВУЗ, это действительно было для меня событием. Мне проще назвать несколько. Это, безусловно, мое знакомство с Дианой Сергеевной. Признаюсь вам, нужно быть сильным человеком, чтобы находиться рядом с ней. И, может быть, третий момент, это, ну, это сугубо лично, там, касаемо моих операций всяких, был действительно трудный момент. Но, тоже преодоленный, слава Богу. Кстати, не без помощи Дианы Сергеевны, за что и нижайший поклон. Ну, раз ты об этом говоришь, действительно, вот так произошло, прошло уже два года с тех пор, как вы расстались с ночными снайперами. Но, тем не менее, ваших поклонников больше всего, как раз это и волнует, и они, вероятно, переживают. Какая основная была причина? Это какие-то личные или творческие разногласия? А, да просто надо было, наверное, немножко друг от друга отдохнуть. Уж больно плотные были в плане общения эти 10 лет, которые мы были вместе. Собственно, я даже не могу это назвать расставанием. Мне кажется, что я сейчас так это оцениваю. Это просто Диана дала, наверное, возможность мне просто самостоятельно выразиться как творческой единице. Вот. То есть ты сейчас это так оцениваешь? Я сейчас именно так это оцениваю. Насколько я читала, получилось так, что ты перевезла ее из Магадана в Питер, а потом она попросила покинуть коллектив. Ну, это все так. Ну, на самом деле, если копнуть дальше и попытаться действительно какую-то первую причину найти истину, то это все-таки просто было сделано предложение самостоятельно побыть на сцене в шоу-бизнесе. Ну, я не знаю, предложение, с другой стороны, достаточно травматичное, на мой взгляд, и такое стрессовое, шоковое. Ну, хирурги тоже часто там отрезают руки, ноги, но зато просто человек после этого остается жить дальше. То есть это как раз и было таким шагом, и сейчас ты оцениваешь так, что это послужило на пользу, что так и должно быть. Безусловно, да. И опять же, я тоже за это благодарна. Ну, а в тот момент все было, это обида или ревность? Нет, никогда это не было ни обидой, ни ревностью. Конечно, это был шок, нужно было, как бы, сконцентрироваться, принять решение. Так, это, безусловно, меня очень мобилизовало. Вот, и все. Но никаких отрицательных эмоций по этому поводу не было. Ну, тем не менее, в той ситуации ты повела себя достаточно спокойно, спокойно ушла, без всяких, как раз таких скандалов и всего прочего. Тем не менее, оставила раскрученную группу, раскрученные названия. Ну, и очень хорошо. Меня это, кстати, очень радует. Прямо сейчас сделаем небольшую паузу и дадим слово твоим поклонникам. Перед концертом мы поприставали к ним с вопросами, за что они любят Светлану Сурганову. Я люблю Бириту Сурганову за ее стихи, то есть за ее чувственные песни, ее умение выражать точные эмоции свои и не скупиться для других людей на чувства. Она отдает себя полностью народу. Мне очень нравятся ее тексты, мне нравится то, что, когда она ушла из ночных снайперов, она нашла что-то свое, что действительно ей подходит, и она поет очень искренне о том, что она действительно думает. Вообще, я ночных снайперов влюбил, а это часть ночных снайперов. У нее очень глубокое творчество, и она помогла нам самим разобраться в том, что у меня есть. Она профессионал. Во-первых, во-вторых, она всегда истинна. У тебя есть тысяча поклонников, но тем не менее, мне в этой связи вспоминается высказывание Мадонны. Она сказала, что все артисты пытаются завивать любовь миллионов. Они хотят, чтобы их любили многие, но на самом деле, вот, например, она, когда она получила эту любовь миллионов, она поняла, что ей это не нужно было. На самом деле, важна была любовь одного единственного человека. У тебя сейчас есть такой человек? Да, есть. Несмотря на то, что у меня нет миллионов почитателей, собственно, я не знаю, я пока еще не поняла, нужно ли мне это или не нужно, но я абсолютно точно понимаю, что важнее присутствие человека, присутствие в жизни человека, который тебя понимает, абсолютно точно понимает. Так это ради него пишется, ради него вообще творится и живется? Благодаря ему. Не ради него, а благодаря ему. А пишется все ради себя. Ради себя самой хорошей. Да? Да. То есть, на самом деле, не столь важны все эти тысячи поклонников? Их любовь вообще, в принципе, не греет? Нет, это не так. Это очень важно. Это то, что держит себя на плаву. Я неоднократно говорила сюрприз продакшену, московской группе поклонников и всем, кто приходит на наши концерты, что вот эти люди, они, это, собственно, те люди, благодаря которым я сейчас живу, благодаря которому существует наш коллектив. И я очень благодарна. Они держат нас на плаву. Да. Они вселяют в меня уверенность в то, что я действительно нужным делом занимаюсь в этой жизни. А вот, но когда ты создаешь песни или стихи, в первую очередь, ты же занимаешься самовыражением. А самовыражение, это, в свою очередь, как, да, наверное, можно сравнить с каким-то, может, даже физиологическим процессом. То есть, ты не можешь без этого, если ты не выскажешь себя. Ну, вот, кстати, в каждой песне, это, пожалуй, часто, да, обращение к любимому человеку, и в своих песнях это чаще всего обращение к женщине. Вот, в принципе, лесбийская тема, это литературный образ или это всерьез? А у меня все всерьез? Все всерьез. Конечно. Всегда я по-настоящему. Конечно. А какой смысл иначе? Просто в игрушки играться или как-то там вводить в заблуждение зрителей, это как бы не в... Это не мой почерк. Мне так неинтересно жить. У меня все по-настоящему. Я только за то, чтобы эта тема в нашей стране перестала быть шокирующей или какой-то особенной, потому что, на самом деле, ничего в этом особенного нет. Мне кажется, сейчас вроде как-то все спокойно. Слава богу, да. Уже последние, там, может быть, два-три года поуспокоилось. В общем, люди начали понимать, что, собственно, это вариант развития взаимоотношений. В одном интервью ты сказал, что ты окончательный и бесповоротный оптимист, но все же время, если посмотреть название твоих текстов, стихи человека, который в конце концов повесился или причудуя смерть. Почему так часто пишешь о смерти, о самоубийствах? Ну, почему же о самоубийствах? Если вы читали стихиотворение человека, который в конце концов повесился, вы же помните, на чем он там в конце концов повесился? На тонкой ниточке радуги под солнцем. Вот. Прикололся к старому пневе. Это вот, может быть, опять же, из разряда черного юмора. Ну, да, наверное, каждый прочитал и подумал по-своему. Нет, ну, если, конечно, читать только название, название стихотворения, конечно, можно впасть в депрессию. На самом деле, вот, предчувствие смерти в этой песне, там все равно, не знаю, может быть, это я вот так восприняла, может, я ошибаюсь, конечно, что ты на крыше, ты, там, не прыгай, я не знаю, у меня вот такие ассоциации сразу понеслись. Я так перепугалась по-своему. Песня была написана человеку, который очень тяжело болел, мне как-то ему хотелось помочь, придать силы, сказать ему о том, что я тебя очень люблю и не смогу без тебя. То есть, на самом деле, вся эта лирика, вся эта воля, это жизнеутверждающая? Ну, конечно, жизнеутверждающая и достаточно автобиографичная. Вот, кстати, песня, которая озаглавила последний альбом, «Неужели не я», там есть такая строчка «Поздравляю себя с…» С этой ранее. «Поздравляю себя с отвратительной горькой…» А, с «Удивительной горькой судьбой». С «Удивительной горькой судьбой». «С удивительной горькой судьбой». Ну, что ж, твоя судьба действительно такая горькая на вкус? Ну, есть там, конечно, привкус к горчинке, но в этом есть своя прелесть и пикантность. Я думаю, что у нас ли в целом вкус твоей жизни? Очень разный. Очень разный. Ну, такой удивительно горький. Все-таки это же броский. Да, мне эти слова очень близки, но напрямую уж так запараллеливать. Я думаю, не стоит. И если я спела это стихотворение, значит, я, наверное, так же понимаю, чувствую какие-то моменты жизни, как это когда-то сделали, почувствовала. У тебя в жизни было больше позитивных дней или любовь, она чаще приносила какие-то вот разочарования и боли? Нет, однозначно светлого было больше. Да и вообще, может быть, мне так повезло. Я никогда не скажу, что, ах, там, какая-то там любовь, ах, принесла мне столько страданий. Я вообще считаю, что это полный бред. Люди, которые говорят о том, что и им любовь приносит страдания, значит, они сами не любят. Тут нужно призадуматься. Чего-то тут явно не то. Какой-то вылезает у них эгоцентризм или что-то еще. Мне кажется, что настоящее чувство глубинное, настоящая любовь, она... Даже если человек остается в одиночестве, даже если не складываются взаимоотношения, не находится взаимность, это все равно вот огромный плюс. Это в любом случае. В любом случае. А тебе, кстати, вот важнее самой любить или быть любимой? Это, честно скажу, самой любить. Самой любить? Это важнее, да. Я просто совершенно недавно общалась с человеком, и мне как раз на этот вопрос ответили ровно противоположные. Потому что любить самой – это обнажить себя. И ты в этой ситуации становишься очень ранимой. Я, наверное, эксгибиционист какой-то. А если обнажаю, обнаруживаю. Так это душевный эксгибиционист. Душевный эксгибиционизм, да. Прости, Господи. Договорились. Ну, ведь действительно, оно же часто не совпадает, да? Взаимно-невзаимно. И в этой связи ты все равно будешь любить человека с людьми. А почему люди так зацикливаются на этом? На взаимности? Для любовь-то обязательно должна быть взаимной. Да ни черта подобного. Потому что всем хочется быть счастливым. Ну как почему? А почему люди считают, что... Я не люблю страдать. Я не люблю страдать. Я не люблю страдать. Что отсутствие взаимности – это страдание, и что это не приносит счастья. Любовь – это путь к самосовершенствованию в первую очередь. Это радость пути к самосовершенствованию. Вот что такое любовь. Ну, на мой взгляд, на мой, может, как-то придурковатый мозг. Это по-любому радость. Если чувство любви возникло в тебе, нужно радоваться этому. Это действительно принимать за счастье нужно. Не важно, любит тебя человек этот, не любит. Есть у вас взаимоотношения, взаимности. Это уже абсолютно не важно. Когда вы были в ночных снайперах, вы говорили, что снайперизм – это целая философия, образ жизни, такое движение. Да. После ухода из ночных снайперов в душе ты так и осталась? Девушка с винтовкой, которая целится, терпеливо дожидая эту цель. Ой, ну я, во-первых, никогда не была девушкой с винтовкой, но точность меня всегда импонировала. Точность во всем. А вот эти качества снайпера... Безусловно. А в чем заключалась эта философия снайпера? Снайперизм – живучий, горючий и дерзновенен. Вот, наверное, определяющие слова этой философии, но никак, уж никак, девушка с винтовкой. Но все равно здесь должно быть, наверное, какое-то терпение, ты ждешь своей цели. Терпение и терпимость, да, да, да. Это все осталось, это все присутствует. Это очень ценные качества. А, тем не менее, какая-то цель? У снайперов, знаешь, есть какая-то цель? А сейчас ты в кого целишься? Только в себя. Вообще, снайпер, тот снайпер, который ночной, ночные снайперы, они... Если вы действительно знакомы с этой философией, там говорилось, что снайпер целится в себя самого, в свое сердце, в свои глубины. Он никого не ранит, он никого не убивает. Я тут визуально представила, как визуал. Очень красивая картина получается, на самом деле. У снайпера, наоборот. Спасибо большое, что пришли к нам. Надо глядя пообщаться. Спасибо вам. Спасибо большое. Надеюсь, что у вас все хорошо сложится в дальнейшем в вашем туре кругосветка. Будем надеяться. Я напоследок, на самом деле, задам все-таки еще один вопрос. В одном из интервью сказалось, что каждая запись, каждый диск – это разговор с вечностью и продолжением себя. Обычно я такое слышу, когда... Это я так сказала? Да. Неплохо сказала, кстати. Молодец. Что-то меня осенило. Ну так вот, в этом продолжение себя. Обычно я такое слышу, когда говорят о детях. Так вот, уже не захотелось ли, наконец, родить не диск, а настоящего ребенка? Вот мои настоящие дети, это пока мои песни. Пока я всех их на ноги не поставлю, не саранжирую, не выпущу в свет, наверное, это мне не даст покой. Я зануда, я страшная зануда. Я пока вот с одним не раскритаюсь, я ни о чем другом думать не смогу. Вот если как бы успею, и Бог даст, то потом уже начнем заниматься продолжением, собственно, своей биологической субстанции.